Илю Шахмурый пишет, в АТОП на днях бывший госсекретарь Колин Пауэлл приехал на съезд Демпартии и поддержал Бидона. Поясните, как это вообще работает в американской политике? Он вроде один из инициаторов войны в Ираке. Но это очень просто работает. Демократы, они ебанулись, они живут под собой, не чуя страны, и они искренне думают, что поддержка чувака, который буквально развязал Иракскую войну, это будет для них хорошо. Почему? Потому что они вообще не представляют, чем живет страна, как она живет, кто вообще в ней живет, чего эти люди хотят, чего они не хотят. Они живут в своем маленьком мерку истеблишмента. В своем маленьком мерку истеблишмента. И в этом маленьком мерку истеблишмента поддержка со стороны какого-то влиятельного, пусть даже бывшего, члена истеблишмента другой партии, это очень круто. Это что-то вроде такого охотничьего трофея. То есть они не понимают, как относится там средний американец, который более-менее представляет, что такое Иракская война, и к чему она привела для Америки. Они не понимают, как средний американец относится к тому, что буквально там самый одиозный член правительства Буша, которое само по себе было там максимально одиозным, выступает на съезде демократов. Потому что они живут в своем маленьком вашингтонском мерку. Это вот то самое болото, которое Трамп обещал осушить, но в общем ничего не смог сделать, потому что у него не было своей команды, которую он бы мог заменить вот это самое болото. Он никогда об этой команде и не заботился. Вот. И вынужден был полагаться на старых профессионалов, потому что своих профессионалов у него не было. Вот это болото, оно живет по своим законам, в своем каком-то мире, в своей стране. Вот. Они точно так же там, значит, ну, кто там еще был идиозный. Да, вот недавно, значит, Washington Post опубликовал, значит, мнение там нескольких десятков или даже чуть ли не сотен ветеранов республиканской партии, которые говорят, что, значит, Трамп подрывает американскую политику безопасности, значит, и поэтому они будут голосовать за Байдена. Ну и, в общем, опять же, с учетом великих успехов, которые республиканцы добились, вот те самые республиканцы добились при Джорджа Буша-младшем в обеспечении национальной безопасности Америки, Ну, знаете, это как при Обаме, в свое время, там, действие Обамы после какого-то очередного наводнения раскритиковал голова, как она называется, вот, американский аналог МЧС, в общем, короче говоря, не Фема она называется, да, Фема, по-моему, Federal Emergency, что-то там Agency, не помню, в общем, Фема она, по-моему, называется, в общем, он раскритиковал действия Обамы вот в условиях, там, какого-то наводнения или что-то Эболы, я не помню, и это было воспринято, ну, мягко говоря, неоднозначно, потому что этот самый глава Фема, он в свое время полностью провалил эвакуацию Нового Орлеана во время урагана Катрина, там полный был провал, катастрофа, ну, и, как бы, когда такой человек тебя критикует, это выглядит очень странно, вот, но теперь они берутся, значит, специалистов республиканских по... значит, безопасности, которые при Буше-младшем, в общем, провалили все, что только можно было провалить, и рассказывают, что они за Байдена, ну, окей, добрый путь, что называется. Илюша Хмурый пишет, а вы не помните, в начале 2000-х годов среди публичных спикеров в РФ было много сторонников американских республиканцев? Венедиктов публично оправдывал войну в Ираке, Карамурза топил за Макина. Уважаемый Илюша Хмурый, в начале нулевых годов я в основном занимался тем, что бегал по двору и играл в казаков-разбойников, поэтому я, к сожалению, этого помнить никак не могу. Вот, тут уж извините. Так, значит, пишет еще раз Илюша Хмурый. Почему сейчас среди публичных спикеров и оппозиции, наподобие Волкова и Петра Берзилова, в основном сторонники демократов? Республиканцы перестали донатить или все неоконы перекочевали в демпартию? Отчасти это правда, действительно неоконы перекочевали в демпартию, а с другой стороны, ну как, люди стремятся быть на правильной стороне истории. В начале нулевых казалось, что правильная сторона истории, она вот на стороне, значит, с республиканцев. Сейчас кажется, что она на стороне демократов. Вообще, то, что огромное количество людей совершенно не иронично используют это выражение, правильная сторона истории, особенно, там, имея в анамнезе опыт 20 века, когда на сцену выходили там люди, которые говорили, мы на правильной стороне истории строили тоталитаризм. Вообще, сам факт того, что это понятие используют совершенно не иронично, а серьезно, в общем, многое говорит о том, что, ну, говорит о том, что сторонники левых идей в Америке, они немножко ебанулись. Но, в общем, это не помешает им построить какой-нибудь новый тоталитаризм, типа тех тоталитаризмов, которые построили люди, находившиеся на правильной стороне истории в разных других странах в 20 веке.